Летом многие жители Самары выбираются отдыхать на природу, на Волжские острова или просто в лес. Но далеко не все обитатели местных красот готовы гостеприимно встретить человека. Например, с осторожностью стоит относиться к змеям. Какие виды рептилий живут в Самарском регионе, нашей съемочной группе рассказал Андрей Болтушко, заведующий отделом акватерариума в Самарском зоопарке. Самая распространенная змея, по словам специалиста, это уж обыкновенный. Змея черного цвета с желтыми или оранжевыми пятнами за головой. Водяной уш практически ничем не отличается от своего собрата, уже обыкновенного. Медянка – еще одна представительница местной фауны. Она не ядовита, питается ящерицами и встречается чаще всего в лесах. Узорчатый полос также не является опасной змеей. Его можно встретить в Жигулевских горах, так как он любит отвесные скалы. То, что связано со змеями в народном так называемом творчестве, в большей части это выдумки. Очень много так называемых байк, которые на самом деле себя не оправдывают. Змея не хочет с человеком встречаться и зачастую шаги человека она слышит на расстоянии. Змея старается, как правило, уйти в сторону при приближении крупного объекта. В Самарской области обитает относительно небольшое количество представителей змеиного семейства. Но и среди них есть опасные виды, которых нужно избегать. Реальную угрозу для человеческого здоровья может представлять гадюка. В Самарской области вводятся сразу два вида гадюк. Обыкновенная, которую можно встретить в основном в лесах, вблизи Самары в Красноглинском районе. И степная гадюка, которая обитает в Самарских степях. Чаще всего гадюка имеет серый цвет, зигзагообразный рисунок в виде ромбов, который проходит по всему телу рептилии. При укусах змеи всегда необходимо обращаться к специалисту незамедлительно. Вдали от города такая возможность может отсутствовать. Но облегчить состояние пострадавшего в любом случае необходимо. Докладывать жгут при укусе ни в коем случае нельзя, говорят специалисты. Это может усилить отек конечности. Но дорезать рану, чтобы извлечь яд, также противопоказано. Как говорят эксперты, при встрече со змеей не стоит ее трогать, даже если вы уверены, что она не ядовита. Животное лучше просто обойти стороной. Александра Гусева, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События.